Привет, приветики! Вы на канале из жизни сетевика. Будет вот такой ветер. Вот. Вчера я уже ничего не снимала. Что-то не было. У меня особо настроение. Почему-то. Да и времени как-то что-то не было. Да и снимать по факту было особо нечего. Какой-то здесь на Бродвее такой ветер. Так, короче, мой челлендж снимать влоги, да, каждый день пошел не по плану. Потому что за вчерашний день влога никакого нет. Но вчера тоже что-то. Мы туда-сюда, по сути, я практически целый день дома пробыла, проработала. И вечером Ярослава собрали, отправили в деревню. Так вот прям спонтанно все это получилось. Вот. Кстати, еще про Ярослава что хотела сказать, обратить ваше внимание. Вот это вот украшение, да, вот. То, что у меня сейчас. Это мне Ярослав подарил на 8 марта. Он мне подарил вот это вот украшение и серьги. Серьги такие серебристого цвета. То есть он в этот день после школы, было холодно, как сейчас, помню, дождь, по-моему, или что. Ну такая погода вот не очень, да. Он собрался, получается, мне позвонил, что там немножко задержится типа с ребятами. А сам собрался, пошел в магазин, там где-то бижутерия. Сам выбрал, купил, принес и подарил. Или, да, по-моему, на 8 марта. Или это было на день рождения. Ребята, позор мне, я не помню. В общем, или на 8 марта, или на день. Наверное, это было на день рождения. Но у меня в ноябре, потому что я помню, что тогда была вот мерзкая погода, так как это холодная. Вот. Короче, не суть. Суть в том, что ребенок мне, к моему празднику, сделал такой подарок. Я вообще вот просто реально не ожидала. Так, значит, Ярослав уехал в деревню вчера. Честно вам скажу, поделюсь. Я думала, такая буду радостная, буду отдыхать. Но не тут-то было. Мне уже вчера вечером стало как-то грустно. Сегодня утром я вообще проснулась, такая вся грустная. Мне его реально как-то не хватает. Даже сначала вроде бы идти никуда не хотелось. Мне очень нравится с ним гулять. Не знаю, вот он чем старше становится, тем интереснее. Вот. Смотрю я, кстати, немного и под ноги. Ну, потом вроде бы нормально пришла в себя. Пусть ребенок развлекается, он там с друзьями. Мы с вами в свою очередь сейчас идем. Я, кстати, дома уже немного... Ну, я уже поработала, в принципе. Основной рекрутинг сделала в социальных сетях. Там еще чуть-чуть буквально надо делать. И сейчас мы с вами идем на Валберрис забирать заказы. Жалко, конечно, что Ярослав уехал сейчас. Но ничего, там потому что я заказывала ему портфель. Так что буду я смотреть, выбирать, но я вам тоже покажу. Как обычно, как только я легко оденусь сегодня, я вот в шортах и в шлепках. Короче, как только я начинаю вот так вот легко по летнему одеваться, начинает пропадать солнце. Это, конечно, что-то с чем-то. Вот и сейчас тоже. Нашли какие-то тучи, нашли. Вот, а чувство, и когда я соберусь идти загорать, то вообще будет дождь, наверное. Вот, короче, подходим мы с вами уже. Не знаю, поснимаю я там или нет. Вот, сейчас посмотрим. Попробую, постараюсь. Пришли, как я и говорила, в принципе, в Фаберлике есть практически все, да не все. Все остальное я по выгодным ценам заказываю. Заказываю, но, веришься, что-то тяжелая дверь. Иду я домой, забрала заказ. Вот такой Ярику портфель огромный, прям какой-то получился. Поскладывала туда все вещи, покажу уже. Дома приду. Вот, домой что-то шить, и не хочется, если честно. Думала, сейчас этот может в Макдональд зайти, но, наверное, не пойду, потому что вечером мне надо встретиться еще с девочкой-заказчицей. Вот, около Санты мы с ней встречаемся. И я лучше зайду в Санты, куплю себе суши, побалую себя. Вот, ну, надо будет, кстати, я тоже для суши в этот рюкзак все поскладывала. Заказала коврик тоже покажу, маленький такой пленку. Но все как следует. Сейчас только осталось дождаться, чтобы в этом, в миксе появилась опять вот эта вот рыба кусочками. Она намного дешевле получается, чем такими большими кусками. Я имею в виду такими маленькими кусочками. То есть, грубо говоря, если брать обычную рыбу, да, такую уже расфасованную, то она получается там где-то самый маленький кусок в районе 14-16 рублей. А когда я брала такими прям маленькими порезанными кусочками, там получился тот же вес за 7 рублей. Вот, ну, сейчас почему-то в миксе, ну, сейчас, сейчас почему-то в миксе, я уже два или три раза смотрела, ее нету, она пропала. Вот, ну, посмотрим, может, скоро появится. Вот, все, я уже иду домой. Хотя хочется еще, честно говоря, погулять немного. Не знаю даже, сейчас подумаю, может, еще погуляю где-нибудь. Я уже решила не гулять, ой, я решила не гулять и быстрее идти домой, потому что я еще здесь в машине, где там сзади меня желтая такая, да, хлеб у нас привозят. Купила свои любимые две тучки. Вот, сейчас приду домой, сделаю себе чай. Вообще, надо было бы пообедать, наверное, сначала. Пообедаю, я еще не обедала, сделаю потом себе чай и съем эти две тучки, сядут. Прямо зараза, я их очень-очень люблю, булочки. Это такие булочки, рогалики, ну, кругленькие такие, да, если кто не знает. И политы коричневым шоколадом. Есть такие же облачки, они белым политы, с шоколадом. Вот, блин, скучно все-таки мне без Ярика. Был бы Ярослав, сейчас бы, может, вместе пошли бы на речку позагорать. Одно что-то как-то мне, не знаю, лениво не очень хочется. Может, я себе, знаете, устрою такой небольшой этот разгрузочный день в моральном таком плане. Да, вот просто буду, вот сейчас я уже основную работу сделала по Фаберлик. Наверное, буду что-то такое вот, да, доделывать, да и отдыхать. Вот, отдыхать тоже нужно, хотя, в принципе, я и не перенапрягаюсь. Вот, так что иду домой, а вечером встречусь с этой девочкой. Отдам ей кондиционер, она заказывала, кстати, классный кондиционер для этого, для стирки, для белья. Приду домой, покажу, я тоже сейчас именно таким пользуюсь. У него такой офигенный, приятный запах, обалденный просто. Там получается запах, вот кто вот в деревне, да, вот когда-то вот был, и вот если утром ранним, прям ранним-ранним проснуться, когда вот еще роса, прохлада, да, летом, вот такой вот запах. Такое утро в деревне, вот как по мне, да, такой именно свежести. Я покажу, я приду домой, я покажу этот кондиционер. Все, ребята, так, ну, вечером, наверное, я еще подключусь, посмотрим. А, сейчас я еще что-то посмотрю. Сейчас я приду, покажу, что я заказывала на Валберис. Буду показывать, что я забрала на Валберис. Эту лопатку, кстати, я вскрыла. Посмотрите, в какой огромный пакет она была упакована. Просто огроменный, вот такой прям. Так, давайте по порядку. Вот такую вот лопаточку я заказала. Вот она такая мягенькая. Вот ей очень хорошо тесто перемешивать. Вот я смотрела в видеороликах, да, так как меня периодически накрывает, и хочется что-то такое поделать. Я хотела такую лопатку, но они везде были такие, ну, недешевые, скажем так. Вот это получилось мне 3 с копейками рубля, белорусских. Опять-таки, всем, кто смотрит, так, сейчас я ее вскрою. Всем, кто смотрит, да, с других стран, с России в основном, я смотрю, многие смотрят. Это все в белорусских рублях, потому что я живу в Беларуси, в городе Бресте. Вот такая вот у нас лопатка. Потом я ее помою. Вот по отзывам, ну, классная должна быть. Вот, 3 с копейками рубля она мне получилась. Так, дальше идем. Я в рюкзаке это все и несла сразу же. Так, это упаковка от рюкзака. Ее убираем. Так, потом заказала вот такой вот коврик катать суши. Тоже периодически я вот делала. Сейчас тоже хочется мне сделать, но, как я ранее говорила, нету рыбы. Кусочков таких было бы гораздо вообще прям еще дешевле. Там одна сушена бы получалась, ну, сущие копейки. Вот такой вот коврик. Даже не бракованный. Чуть-чуть, да, вот здесь что-то такое. Что-то такое. А, ну, это просто заусенцы. Ну, ничего страшного. Мы ее вообще вот так вот. Ой. Достанем. И все. О, и мусор-то я выкину. Вот, в принципе, нормально такой коврик. Вот так вот катать будем. Маленького размера. Так, и к нему же я еще заказывала пленку. Вот, потому что по видеороликам этот коврик обматывается в пленку, в такую пищевую, да. И потом получается вот так вот удобненько катается. Вот, поэтому заказала пленку. Коврик тоже 3 с копейками рублей мне обошелся. Пленка, не помню, тоже недорого совсем обошлась. Так, вот этот коврик специально для суши. Ценовочка такая. Так, и последнее. Это футболка. Я такую себе заказывала белую и заказала точно такую же черную. В черном цвете мне захотелось что-то, чтобы у меня было в черном цвете. И заказала больше размер, да, чтобы она была как бы этот... Поняли вы меня? One size вот этот. Большая, чтобы она была и длинная. Цвет, конечно, не передает. На видео она прям выглядит серой, но по факту она насыщена черного цвета. Вот, обычная, короче, футболка. Длинная, удлиненная. Побольше взяла размерчик. И вот такой вот получается портфель и рюкзак у нас. Вот здесь внутри кармашек на липучке. Там обычный, глубокий. И здесь, кстати, с ним шли еще провода, чтобы подключать... Что-то тут подключать. Я так понимаю, наверное, powerbank, да, чтобы подключать и этого. Не знаю, разберемся. Так, сейчас я сама сначала посмотрю. Пока нифига не разобралась, как эта штука работает. Куда тут что засовывать, если честно. Вот такой тут провод, вот с такой пимпочкой. Я так понимаю, что-то надо, наверное, каким-то образом через внутрь протянуть наружу. Потому что здесь, знаете, что я нашла? Вот такую прорезь. Все, я поняла. Это вот так надо засунуть. Вот это вторая часть, наверное, к powerbank. А сюда зарядку от телефона. Да? Ребят. Короче, помогите, подскажите в комментариях. Напишите, как это правильно делать. Так. Потом у нас получается еще вот карман. Потом еще один карман. Вот этот внутренний карман. Ну, рюкзак классный. Ручка, кстати, очень удобная. И она находится именно посередине. Есть одна сзади. Вот, кстати, еще даже я не отрывала этот... Поняли, что? Бирочку вот эту не отрывала. Одна сзади. И вот эта вот посередине. Очень, кстати, она удобная. Там внутри как будто бы какой-то поролон или мягкая какая-то пластмасса. Что-то такое есть. Удобно очень держать. Вот, такой вот рюкзак. По весу не очень тяжелый. Здесь мягенькая спиночка. Эти мягенькие. Вот, нормальный. Хороший рюкзак. Он у меня обошелся за 32 белорусских рубля. Мне кажется, очень хорошая цена. Потому что на рынке я видела от 50 и выше. Так, все. Вот такой вот у нас заказ. Можете меня поздравить? Божечки, с такими усилиями я, короче, вставила. Эту штуку сюда вовнутрь. Так, дальше что у нас получается? Отсюда вот получается, с этой дырочки торчит проводок. Я так понимаю, этот проводок подключается внутри здесь к повербанку. А сюда вот к наружу, если надо, подключается телефон. Да, если надо его в руках нести и чтобы он заряжался. Правильно я понимаю или нет? Вот, расскажите, если я что-то делаю не так или что-то я не поняла с этой системой. Первый раз я с такой столкнулась, до этого не было у нас таких. Вот, расскажите мне, объясните. Ну, короче, вот проводок отсюда изнутри вот вылез. Так, все, ладно, пойду я теперь переодеваться, покушать надо. Вот как продолжается мой день. Сейчас вы узнаете меня с новой стороны. Когда-то, когда я была в декрете, да, еще сразу после декрета, я занималась хендмейдом. Это были украшения, я уже про это рассказывала, да. Но, помимо этого, я еще и сшила разные игрушки. Некоторые у меня, кстати, еще остались. Если интересно вам, напишите в комментариях. Я сниму отдельно видео про то, что у меня есть еще в наличии. Вот недоделанный, кстати, жирафик. Почти готов, осталось только его сшить. И хвостик, по-моему, там должен быть. Вот лошадка такая, на год лошади, я помню, участвовала в выставке, продавала. Кошелечек это был уже готовый, я себе покупала. Посмотрите, сколько кружев. Это для кукол, да. Я брала эту шерсть для валяния, чтобы делать им волосы. Вот такая ткань, смотрите, какая красивая. Кружева разные. Посмотрите, сколько разных тканей, господи. А это вот непосредственно ткань прям для кукол, да. Телесная, специально покупала. Представляете, до сих пор вот это вот все лежит. Сколько у меня было планов на это все. Вот тут, да, смотрите, сколько еще зеленое. Это к Новому году я готовилась. Это что? Не помню, как называется уже. Наверное, проклеивать эта штука. Как же она? Не помню, ребят, как девочки, да, больше даже. Вот это вот к Новому году я покупала. Вот это вот, смотрите, какая красивая. У меня просто есть одна задумка. Мне надо тут кое-что похендмейдничать. Мусоринка. Похендмейдничать, да. Я кое-что в интернете подсмотрела. Хочу попробовать. Если у меня все получится, я вам потом расскажу. Так, вот такая красивая ткань. Еще вот здесь тоже, смотрите, это тоже вот для кукол я брала для тела. Вот такая вот ткань, как жирафик. Кружево разное, разутюжить это все. Смотрите, сколько тканей просто лежат. Вот такая вот тоже для мягких игрушек детских совсем. Это флис, наверное, да, вот такая, смотрите, какая красота. Сколько денег в это было вложено и лежат колом. Вот такая. Что-то я с Китая заказывала. Что-то я вот так покупала где-то через интернет. Смотрите, какие красивые. Прям целые куски. Класс тоже, да. Красивая. Вот еще что-то. Вот тоже красивое. Где тоже просто трески. Вот это для мягких тоже животных. Вот это как лошадка. Такая, видите, она шершавенькая как бы. Вот это вот тоже красивое, плотное. Вот она. Класс, да. У меня аж прям руки сейчас зачесались, чтобы это все поделать. Но сейчас мне надо будет кое-что сделать. Мне вот это понадобится. Забегу вперед сразу тоже. Это будет своего рода такая куколка интересная. Вот. Потом, если все удастся, я вам расскажу, что к чему. Короче, работа у меня тут непочатый край. Забыла снять то, что обещала. Какой у меня девочка заказала этот кондиционер для белья. И вот то, что я сейчас пользуюсь, это вот такой. Вот сейчас как раз иду с ней уже навстречу. И вспомнила, что я обещала снять и забыла. И еще, кстати, она у меня хочет понюхать парфюм, который ей понравился. В прошлый раз мы встречались. Вот такой вот парфюм. Очень тоже ей понравился. Она обычно заказывает дорогие там какие-то парфюмы. Вот. Но этот прям вообще, она почувствовала запах на мне. И говорит, что это на вас такое? Я говорю, так-то и так-то. Вот несу ей, чтобы она обшикнулась на себя, попробовала, как на ней будет держаться. Все. Уже я оделась. Уже я оделась. Выхожу. Сейчас пойду с ней встретиться. Вот, кстати, в своей новой этой футболочке. В штанишечках таких. Вот так. Еду в лифту. Небольшое пояснение по поводу парфюма. Вы, наверное, заметили, что на нем было написано BSC. Если кто-то не в курсе, то BSC слилась с Faberlic. То есть теперь Faberlic и Faberlic и BSC. Вот. Все. А я иду отдавать заказик.